Персонально Ваш Публицист из Петербурга Александр Глебович, здрасте Добрый день Ну и Виталий Дымарский тоже сопровождает нас всех Тоже рядом с Невзором И сопровождающие их лица Ну не обиделись, нет, правда Все они находятся Они находятся в отеле Гельвец По адресу Марата 11 Там, как всегда, еще и дилетант Можно купить Легко Все правда Всем привет Мы ждем от Вас с вопросом Да, вопрос очень простой Александр Глебович, Вы ходили на акцию Бессмертный полк С портретом деда? Нет Почему? Я не хожу ни на какие акции вообще Во-первых Потому что я абсолютно стороннее лицо Без рода и без племени Это первое Во-вторых Я понимаю, что Накал Ощущений Накал страстей Накал переживаний по этому поводу Исключает Какое бы то ни было Мое участие Я ведь Холодный сторонний наблюдатель И Я могу Только Дать Скажем так Некоторую справочку Чтобы было понятно Что это Не Сегодняшнее Какое-то изобретение Что в этом Нет никакого Ноу-хау И что Еще Римляне Придумывали В дни Своих Праздников Праздник назывался Лемурали Это были Дни мертвых У них это называлось Сепулектрум мобили То есть Ходячее кладбище Они Несли Личные вещи Какие-то изображения Какие-то Обрывки одежд Того, кого они считали героем Вот такая вот Толпа Отдвигалась По Риму Ну значит Это Глубокие традиции Видимо Поскольку они Сохранились Видимо Они Позитивные Они Гораздо более Глубокие Чем вы думаете Потому что Еще глубже Еще интереснее Эти традиции Выглядят у индейцев Хивара У них есть такая Практика Изготовления Цанца Цанца Это Сушеные головы И вот Племя Хивара Как раз Тоже Устраивало Такие шествия Неся Сушеные головы Или на палках Или в руках Это были Прославившие племя Люди Ну и Еще дальше Наверное В этом плане Пошли жители Новой Гвинеи Я имею ввиду Не только конкретно Папуасов Но вообще Все племена Новой Гвинеи Вот они Даже Устраивали Диалоги Между этими Изображениями Мертвых На такого Рода Парад Но смотрите Александр Это значит Что Желание Символизировать Какие-то важные Для себя События В прошлом В которых Принимали Участие Предки Неважно Индейцев Римлян Россиян Видимо Это естественное Желание И естественное Желание Власти Это капитализировать Конечно Конечно С учетом того Что всякий культ Всегда идет На пользу Любой власти И всякий культ Делает Подданных Управляемее Так как Есть Возможность Их Внутренне Объединить То Вполне Естественно Что Власть Этот культ Берется Опекать Кстати говоря И В временале Мурали И Даже Вожди Папуасов Они всегда Держали Подобного рода Культовые Проявления Под своим Строгим Надзором Александр Глеб Желание Можно Да 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 Вот вы бы Все таки Если представить Что вы Уйдете на эту акцию Вы бы чей портрет взяли Я просто не знаком С историей вашей семьи Ваших предков Значит Так же нелепо Это предполагать Как нелепо Предполагать Меня На Сцене Большого Терапа У вас родственнички Жизели Да Меня Меньше всего Интересует Вопрос Родственников Я очень мало Придаю значение Истории Родственникам Понимаете У меня было Как и у вас Да Как и у всех Тех людей Которые Ходили на эту акцию Примерно Ну Я полагаю Не меньше 270 Различных Дедушек Я имею ввиду Те 270 Поколений Которые Прошли С того момента Когда история Человечества Стала фиксироваться Ну то есть Со времен Шумер Примерно Да Каждый Из этих Дедушек Воевал Каждый Из этих Дедушек Возможно Погиб И даже Абсолютно Точно Что Погиб Потому что Прошло Немало Времени Вот эту Дискриминацию Всех 199 Дедушек В отношении По сравнению С одним Дедушкой Я не очень Понимаю Поэтому Если устраивать Бессмертные Полки Всех Кому мы Обязаны Своим Существованием То вероятно Надо было бы Вспомнить Всех Вспомнить Но там Нечего нести Понимаете Нет Почему Там можно Нести Понимаете Вот я Опять-таки Не провоцируйте Меня Дорогие мои Я сам же Утверждаю Что На эти Дни Российская Федерация Превращается В секту Победы И надо Быть Предельно Аккуратным К этим Обращаясь С этими Чувствами Ну смотрите Секта Как-то Расширяется Вот Прокурор Крыма Госпожа Поклонская Не дедушку Не портрет Не бабушку Несла А икону Николая Второго Так что Она его потеряла На Второй Мировой войне Кто же знает И к тому же Вы знаете Там много Дичайших Подробностей В этом Культе Сейчас Но В культах Вообще Так и Полагается Ведь Культ На то и Существует Чтобы Дать Приют Притон Кров Самым Диким Самым Невероятным С моей Точки Зрения Абсолютно Не навязываю Никому Это Мое Единичное Мнение Вот эти Все Поздние Неолитические Культы Культы Мертвецов Они И должны Концентрировать В себе Всякую Дикость А это Может быть Как вы считаете Может это компенсация Какого-то Комплекса Ну Вообще Чем Более Интеллектуально Ну Скажем так Небогат Человек Тем Больше У него Потребность Принадлежать К сильной Свирепой Старе И ощущать Силу Свирепости Этой Старе Конечно Чем Меньше Он сам собой Представляет Тем Выше Эта Потребность Мне кажется Бессмертный Полк Он скорее Индивидуален Это Скорее Как кто-то Написал Недавно Потому что Все несли Не портреты Семерых членов Политбюро Вот эти Миллионы Вышедшие И не портрет Одного вождя И не портрет Двадцати Членов Я не знаю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Во главе А несли Каждый свое И это Индивидуальность Это не ста Мы несли все вместе Нет Это не ста Но как справедливо Заметил Демарский Нет Мы же говорим Демарский не может Справедливо заметить Слово Справедливости Демарский Не существует Это вот такой Оксюморок Хорошо Я запишу Я запишу Демарку Да 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 Так все таки Каждый Вот этот Индивидуальный Выход Со своим Это знаете А как монстрация В Новосибирске Каждый идет Со своим лозунгом Но идут вместе Вы не скажете Что это ста Или стада Я скажу Что это ста Или стада Стая Скорее Объединившаяся По принципу Интеллектуального Отторжения Реальности Смысл Любых надписей Их любых Плакатов И транспарантов Которые они демонстрируют Если мы попробуем Сейчас перевести Это на русский язык То у нас получится Нечто Недопустимое В эфире По причине того Что у Роскомнадзора Достаточно Чуткие ушки Но изложив Это деликатно Мы В общем Поймем Что они говорят Своими плакатами Идите вы Все нафиг Идите вы Тупые Все нафиг При этом Они это говорят По разному Они говорят По разному Но они говорят Разными словами И на разных И это глубоко Коллективное действие Я бы тоже мог Вычислить Какие-нибудь Неолитические корни И здесь тоже Но вы меня Про это пока еще Не спрашивали Да А беспилятный полк Помимо всего прочего Если уж говорить О стае Не стае Индивидуальности Еще меня что смущает По крайней мере Это то Что вот эти портреты Которые несут люди Они все На 90% Сделаны в одном месте Я имею ввиду Само обравление Меня это все Вообще не смущает Меня смущает Другое Я об этом Неоднократно говорил Но опять-таки Я подчеркиваю Что подхожу Как исследователь Я очень дистанцирован От этого всего Для меня Скорее Удивительно Непонимание Того Что вероятно Примерно Половина Тех людей Которые представлены Своими портретами На этом шествии Погибли По вине Бездарности Советского Сталинского Командования И Вот это Вот Единодушие Это Сигнал Государству Расходовать И дальше Жизни Так же Безответственно Так же Подло Так же Безоглядки С такой же Омерзительной Щедростью С которой Расходовали Мясники Генералы Сталинской Армии Во Вторую Мировую войну Вы знаете Кроме Извините Виталий Одно секундочку Кроме Госпожи Поклонской Которая Выделилась И цитировалась Даже Гораздо Больше Чем Владимир Путин С фотографии Своего Отца Было Еще Два Совершенно верно Был Депутат Госдумы Никонов Который Нес портрет Своего Деда Молотова А вы знаете Как его Называли Его всегда Называли Внук Молотова Риббентропа Удивительно Что портрет Был Непарным И был Еще Один Ваш Питерский Господин Под названием Стариков Который Вышел С портретом Рокоссовского Это Что Его Род Сынер Это Вам Питерским Вопрос Может Это Друзья Мои Вот Я Предлагаю Эти В частности Не обсуждать Почему Это Монстрация Только Другая Это Совершенно верно Конечно Это Другим Знаком Монстрация Это Абсолютно Коллективное Неиндивидуальное Действие А я Думаю Что Успехи Государства По Способности Приватизировать Все Идеологически Доходное Превратили Уже В этом Году Это Действие В абсолютную И Непроходимую Казюнщину Это Опять-таки Я говорю Не в упрек К этому Действию Я Очень рад Тому Что это Произошло Потому Что У меня Есть Возможность Понаблюдать Зарождение Культа Для Меня Это Ценно Важный Интересно При этом Я бы еще Хотел Вернуться А не уходить От праздника 9 мая И еще Один вопрос Не с Бессмертным Полком Уже Связанный А вот С чем Я увидел Сейчас я вернулся Из Москвы Я увидел На МКАДе Огромное Количество Людей Которые Продают Помимо Флагов Там Понятно Что это Патриотизм И так далее Помимо Флагов Детскую Военную Форму И очень Много Детей Родителей Одели В детские Гимнастерки Военные В пилотки И так далее Как вы к этому Относитесь Я к этому Отношусь Опять-таки С исследовательским Интересом Потому что Это опять-таки Все механизмы Культа Мне это Очень интересно Наблюдать Я очень Благодарен Времени Которое Предоставило Мне Возможность Быть Свидетелем Всего Культа Чего Культа Войны Вот как Этот культ Войны Вдруг Сейчас Снова В который Раз Вылез На поверхность И в какие Нынче Одежды Он Наряжается Он может Называться Как угодно Культ Мертвых Культ Предков Культ Победы Культ Поражения На самом деле Это старинный Еще с неолитических Со времен Позднего неолита Пришедший К нам Культ Войны Но я предлагаю Вот от всей Этой Драматической Истории Отвлечься Вы кстати Хотите праздников Каких-нибудь Да Ну вот я вам Могу сообщить Если не ошибаюсь Конечно Если не ошибаюсь Вообще Сегодня Извините День Святого Сосипатра Не может быть Что значит Не может быть Не может быть С утра Праздничное настроение Да К вам этот праздник Я думаю Никакого отношения Не нет Потому что Вы решаете Нас праздник И кстати К нашим Московским Собеседникам Это вообще Очень любопытный Праздник Я абсолютно Не понимаю Его сущности Сосипатра Прославился Только тем Что он Умел совершать Заплывы В кипящей смоле Без всякого Вреда Для себя Завидовать дурно Александр Глебович Завидовать дурно Ко мне Ко мне Все 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 понимали Александр Глебович А танкорем А танкорем В заводе Из Чечни Мы действительно Когда подбирали Танки Для съемок Фильма Я нашел Останки В этих танках То есть не я Нашел Нашли те рабочие Которые по моей Просьбе Отдраивали Люки Но Надо понимать Немножко Что такое Война Никто Никого Специально Никаких Трупов Прятать не будет Просто Представьте себе Подбитая техника Грязища Холод Дожди Солдаты Срочники Ревут тягачи Эту технику Надо каким-то образом Забирать И увозить Если экипаж Подбитой машины Был Молодым И глупым То как правило Все люки Задраены И на месте Их отдраить Невозможно Их Вытаскивают Тягачами Везут Грузят на Эшелоны И везут На танкоремонтные заводы К тому же Если вы думаете Что вот прям Там сидели Такие трупы Как в кино И смотрели Пустыми глазницами В никуда Нет Сильно не так Если танк Погорел То это уже Ну скажем так Ну опытный Чекопротив Ну вот Когда Чистилище Снимали Но В связи С этой историей На меня Вышли Ребята С Воронежского Автопредприятия Есть Такой 172 Авторемонтный Завод На который Недавно Приехало 4 Т90 И 2 Т72 Из Донбасса И вот В этих танках Они тоже По их утверждению Обнаружили Останки И механика И наводчика Правда Я не очень Честно Вот эту информацию Еще надо проверять Я не очень Представляю себе Как Это возможно Сегодня Но Главное В этой истории Что Это Превратности Войны А не Чья-то Чудовищная Злая воля Кто-то там Треб прячет Покойников Смертвецов Нет Просто Никому Горячий Ржавый Грязный Брошенный Где-то Полузакопанный В землю Танк Как отмаркировать Невозможно И поэтому Особенно Если у него А люк Вы никогда Не отдраете Снаружи Если у вас Нет специального Инструментария А его Как правило Нет И понять Кто там Живые Неживые Свалили Не свалили Невозможно Но Это довольно Скажем так Банальная Ситуация Александр Невзоров В программе Персональная Ваш На Ихе Москвы Если мы Чечню упомянули Давайте останемся В этом регионе Сгорело Два дома Казалось В рядовое Событие Для всей истории В Чечне Сгорели Дома Двух боевиков Которые устроили В день Победы 9 мая Нападение На контрольно-пропускной Пункт В Грозном И Вроде Вот опять же Какой-то Ну Где не бывают пожары Но мы же помним Заявление Кадырова Который обещал Сравнять Еще несколько лет назад Обещал сравнять С землей Дома Родственников Боевиков Мы помним Реакцию Владимира Путина Не несколько лет назад А в декабре 15-го года Последний раз Он это говорил 14-го Какая разница Неважно Хорошо Мы помним Что Путин Говорил Что такие действия То есть Сжигание домов И призывы К этим действиям Они незаконны Но Вот История же Наверное Повторяется Сейчас Очевидно Пойдет Какое-то Расследование Почему Вот это Происходит И сразу Напрашиваются Какие-то Параллели Сразу Лично Я думаю На руководство Чечни Что они Они таким образом Пытаются Наказывать Что ли Вы знаете Леш Что нам Всем мешает Быть самим Собой Прежде всего Уголовный Кодекс Да Да И Здесь Та же Самая История То что Произошло В Грозном Это Личное Оскорбление Кадырову Вот этот Теракт Он Естественно Воспринимает Совершивших Его И всех Посвященных В этой Или тех Кто мог Быть Посвящен Как Личное Оскорбление И личную Угрозу И там Уже Все Эти Ваши Рассуждения О законах О праве О конституциях Они не Играют Никакой Роли Там До такой Степени Под Всем Вот этим Кадыровским Фонтанирующим Благополучием На самом Деле Кипят Такие Чеченские Страстищи Там Все Висит На таких Сложных Волосках И там Все Так Заминировано Что Я еще Удивляюсь Тому Что В этом Регионе Все-таки Ну Какое-то Подобие Мира Саш Значит Мы возвращаемся К Этому Замечательному Изобретению Член семьи Изменника Родины Чсиры Помните Были Такие Даже в документах Официальных Чсиры И в скобочках Расшифрован Член семьи Изменников Родины Может Это эффективно С точки зрения Войны На Кавказе Это Ермолов Делал в свое время Сжигал Все шел Сжигал Ну Теперь Кадыров Сжигает Ну Ничего Я Я уже Высказался По этому Поводу Объяснив Что Страсти Такой силы И такого Накала Законодательно Не регулируются И Ну Скажем так Стандартным Обычным Оценкам Публицистическим Их подвергать Бесполезно Это уже Для нейрофизиологии Вот вы говорите Про страсти Извините Виталий Вы говорите О страсти Ну смотрите Вот сегодня В Чечне В Грозном Должен был Продолжаться Процесс Над двумя Украинцами Да И им Вменяют Веню Участие На стороне Сепаратистов Внимание В Чечне 94-го Года То есть Когда Кадыров И его отец Были с ними Вместе Видимо Сейчас это Им вменяют Вину А Кадыров Президент Ну что за Бред Что за Оксимарон Ну Этим Бредом Переполнена Российская Действительность И это Тоже Кстати Говоря Восхищает Меня В сегодняшней России Потому что Сегодняшняя Россия Это такой Своего рода Гигантский Анатомический Театр Где Всюду На столах Разложены Диковинные Смыслы Невероятные Редкие Сущности Которые В общем Ждут Своих Исследователей Просто не надо Когда вы Вот Леш Да Вот вы Мне напоминаете Анатома Который Пришел В прозекторскую Порыдать А не резать Я люблю Рыдать Анатом должен Прозекторской А Анатом Может быть Сентиментальной Нет Не может Потому что Слеза затмит Его взгляд И он не сможет Найти Ну не знаю Трехею В то же время На Кавказе Есть такой Фактор Как кровная Месть Да И вот Такого рода Акциями Не порождает Ли это Одна агрессия Другую Ответную агрессию Тогда это Вообще будет Как снежный ком Нарастать И ничего Хорошего Не приведет Или это успокоит Нет Это никого не успокоит И никого не остановит И вероятно Все будет Генерироваться Еще более Загадочно Странно И кроваво Чем происходило Сейчас И Ну скажем так Бессмысленно Саваться туда Со своими Представлениями О законе Праве И справедливости А у вас есть Какие-то представления О том Как вообще Бороться с терроризмом У меня бороться У меня есть К сожалению Четкие представления Которые Никому не интересны И которые Никому не нужны Потому что Я всем объясняю Что причиной терроризма Всегда И во всем Служат Прежде всего Религиозность И что Терроризм Это Чисто религиозное Действие Чисто религиозное Проявление По крайней мере В 21 веке Мы сейчас Не знаем Ни политического Терроризма Мы не знаем Сейчас Межсамцового Грубо говоря Территориального Терроризма Мы знаем Только религиозный И на каждом шагу Ну подождите Я понимаю Что до новостей Полторы минуты Попробуем уложиться Но Был такой человек Звали его Че Гевара Он занимался Исключительно В Боливии уже Террористической Деятельностью Никакого Религиозного Между там Кубинцем Че Гевар Или кем он был Там Венесуэльцем И Боливийцем Не было Вдруг Взрывал Взрывал Жигал Так нет Я вам назову И моих Уважаемых мной Персонаж Таких как Нечаев И Засули Там тоже не было Никаких Религиозных Мотивов Я говорю Про сейчас Я говорю Про Мы в каком году Живем Нет Но я думаю Что сейчас В Африке В Латинской Америке Нерелигиозно Ходят банды Которые занимаются Террором Наркобароны Занимаются Террором Грубо говоря По отношению К властям Которые с ними Это нас Это нас меньше всего Беспокоит Потому что они Никогда не придут Взрывать нас По каким-то причинам Им нечего Демонстрировать Кроме Личных Кроме личных Отношений Друг к другу Да Мы говорим О том терроризме Который избирает Любого Женщину Ребенка Старуху Здание Банк Почту Вокзал Для демонстрации Исключительности Своего Представления О мире А это всегда Только религия Спасибо Публицист Александр Невзоров В программе Персонально ваш Виталий Дымарский Там же в Петербурге А здесь В московской студии Алексей Венедиктов И Алексей Нарышкин Мы вернемся в эфир Через 5 минут После новостей рекламы Персонально ваш Персонально ваш Продолжается программа Персонально ваш 15.35 в Москве И в Петербурге Здесь в столице Алексей Венедиктов Алексей Нарышкин А в северной столице Виталий Дымарский И публицист Александр Невзоров Хочу проанонсировать Следующий час Буквально через полчаса У нас в эфире С Венедиктовым Будет Мария Гайдар Теперь она советник Саакашвили Можете кстати Если есть вопросы Прислать уже нам Сейчас на СМС Ну разумеется Она будет по телефону Все вот Отставка Подробности Про гражданство Я думаю мы Ей эти вопросы Зададим с вашей Или без вашей помощи Виталий Наумович Да Еще раз всех приветствую Я бы не ушел Живым с этого эфира Если бы не рассказал Потому что Невзоров Просто на меня Обиделся и убил бы на месте Если бы я не рассказал В какой он красивой Жилетке И с какой он Замечательной бабочкой Да Жилетка у меня Действительно потрясающая Бабочка в прямом смысле Этого слова Или в переносном Нет Бабочка Бабочка В каком случае Нет Это не лекционная бабочка Это скажем так Бабочка специально Для Москвы Потому что Здесь лекционная Я имел ввиду бабочка В смысле женщина Или в смысле деталь одежды Но бабочка В смысле женщина Называется по-другому Вообще-то Ее бабочка Это жестококрылая А не женщина Я не знаю Вот Венедиктов Все-таки Вот что-то В вас меня настораживает Это хорошо Я не могу В эфире Высказать все Свои впечатления Которые Найдем место И время Да Виталий Я даже знаю Это место Я даже знаю Да Что с бабочками Хотелось Нет С бабочками Все в порядке Но это Это не лекционно Нет Это не для РАРТа Для РАРТа Есть особая Лекционная бабочка И вот когда у меня Лекции в РАРТе 25 числа В частности Да Они там больные Они от болота не вы У них там испарение Это я на рыжке Там совершенно другая Поехала мозга Просто Виталий У тебя нет вопросов Тогда мы можем Есть у меня вопрос Замечательный вопрос У меня есть У нас здесь Значит новая Инициатива В Санкт-Петербурге Товарища Шнура Он же Шнуров Так В ответ на все Что о нем В последнее время говорят Выдвинуть В почетные гражданины Ленинграда В крайнем случае Ленинградской области Я за Я категорически за Талантливейший Негодяй Каждый раз Ухитряющийся Попадать В самый нерв И будоражить Всех Причем Понятно Что это Может быть Не самое красивое И не самое Изящное Будораживание Но Меня поражает Точность С которой он попадает В нервишки Этого Общества И точность Это всего Навсего Ну Скажем так Свидетельство Ну Подлинного Облика Этого Общества А совсем Не того Что Шнур Вульгарен Или нехорош На него Насколько я знаю Уже настрачили Доносов И причем Не только Не только Коммунисты Но естественно Естественно И какие-то Православные Активисты Тут же пошли Войной На Шнура Но они Надо сказать Вообще Распоясались Очень смешная История Если не знаете Еще не вышел Фильм Алексея Учителя Матильда А уже В прокуратуру Направлено Чайки Представления Требуем Провести Проверку Готовящегося К выходу Фильма Учителя Матильда Их Превентивный удар Нормально Да Совершенно верно Да Но вообще Надо сказать Что безобразничают Они по черному И очень не любят Правда Когда освещают Другую сторону И к жизни Я даже в данном случае Говорю не про день Святого Сосипатра В конце концов Они его Отпразднуют Как полагается Потом Будут долго Плакать С артирок Чистить зубы И Церковный приют Да Но Вот например В Екатеринбурге В церковном приюте Который организовал Руководитель отдела По церковной Благотворительности Каменской епархии Алексей Новожилов Практически До смерти Заморены 40 стариков Старушек То есть Есть фотографии Там Ну Скелетированные Уже почти Мумифицированные Тела Они еще шевелятся Ну естественно Этот Алексей Новожилов Как и Очень многие Клирики Русской православной церкви Находятся В розыске А вот Хорошо что он Находится в розыске Это замечательно А вот у нас История уже не в розыске Да сегодня Алексей Нарыл А история про госизмену Члена патриархии Вот послушайте И прокомментируйте Алексей История тянется Довольно давно Сегодня в Мосгорсуде Должны Да 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 Про Евгения Петрина И в Мосгорсуде Должны Пройти Извини Нам нужно Во первых мы удивились Как быстро человек Перешел из ФСБ В патриархию Вот Потому что там В деле просто сказано Что он из ФСБ В тринадцатом году Перешел в патриархию А во вторых А там переход Есть специальный Надземный Или надземный А второй вопрос Из одного дела В другой я думаю А вопрос важный Какая может быть Госизмена в патриархии Александр Глебович Ну там все может быть Но госизмена Продажа гостайны Это какое-то Что там тайна Что у вас там тайна У нас У нас есть Тайны Которые хранятся Именно в патриархии И Эти тайны Поверьте Пострашнее Нашего Недоделанного Плутония И наших Ржавых Бомб Но То что называется Покажет время Но не гостайна же Оно слушает Не государственная Неизмена же Он и по измене Да идет Госизмена Госизмена По государственной Измене Вы там покопаетесь Покопаетесь В деле Оно сильно Неоднозначное Да Оно сильно Неоднозначное Так вот может Вы что-то про него Скажете просто Про это дело Если вы копались Нет Ничего сказать Потому что я Конкретно Этим делом Не занимался Просто удивительно Все сошлось Там Как все звезды Ну там и американские Спецслужбы И Украина О том Чего не знаю Вот досконально Я вас Слушайте А я вас Не конкретно Про этот кейс Хочу спросить А в принципе Вот после такой Истории Как можно Не знаю Те кто верят Те кто ходит в церковь Как можно приходить К батюшке на исповедь Если это возможно Сотрудник ФСБ Что-нибудь Вот такое Я всегда говорю Своим знакомым У меня очень много Православных друзей У меня очень много Православных знакомых Людей которые ходят В церковь Я всегда говорю Ребята Прежде чем поцеловать Попу руку Подумайте Что он делал Ее 5 минут назад И вот это вот Великое правило Можно распространять Буквально на все Проявления церковности Ну и Затем уже Принимать для себя Решение Ходить Не ходить Целовать Не целовать И вообще Играться в эту игру Или не играться Да Марский У меня тему Целовать священников Сейчас Подожди Целовать священников Ладно А вот Что такое ладно Хотят воздвигнуть Воздвигнуть памятник Христосу И к нему то можно Иисус Осиповича Иисус Осиповича Какой памятник Нет Там хотят Действительно По всем новостным летам Прошла информация Про то Что в Крыму Собираются Воздвигнуть Гигантскую статую Иисус Осиповича Например По примеру Рио-де-Жанейро Я понимаю Крымчан И понимаю Зачем им это надо Они смогут В сезон Во-первых Отлично Сдавать его Уши и ноздри Если они Его еще Удачно Поставят То это будет С видом На морские Просторы Я имею ввиду Сдавать Поддачу Ну да Естественно По крайней мере То что предлагает Нам Статуя В Рио-де-Жанейро Но я думаю Там где-нибудь Там Курортников 50-40 В каждом ухе Поместится Это такой размер Серьезно что ли Это не троллинг А вы что Не видели Нет Ну конечно Им будет Не очень вольготно Но тем не менее Переночевать Чтобы снова идти На пляж Утром Они смогут А уж В назрях Причем Именно размера Рио-де-Жанейро Виталий А что тебя смущает Тебя то что смущает Меня смущает Меня ничего не смущает Меня смущает Меня смущает Легкомыслие Конечно Тех кто в это Собирается Вкладывать деньги Почему Заниматься Потому что Ну Поймите Да Ведь Несмотря ни на что В России Господствует Одна точка зрения Но весь мир Считает Этот Крым Забранным Незаконно Считает Что он Не принадлежит Российской Федерации Это точка зрения Практически Всего Цивилизованного Человечества При этом В России Могут Считать Иначе И делать Какие-то Долговременные И глобальные Инвестиции На столь Зыбкую Почву Ну Я бы сказал Наверное Не очень Осмотреть Подождите Вы статуи Христа Назвали Инвестицией Конечно Это же понятно Для чего Для чего Ну Может быть Даже если Не будут Задавать Уши и ноздри Дачникам То Понятно Что это Для Придания Некой Туристической Привлекательности Лучше бы Князя Владимира Поставили Вместо Боровицкого Холма Все таки Он все таки Был на Корсуне Там Как-то Ну Я понимаю Что вам Охота из Москвы Забрали бы Василий Питер Он имеет отношение К Москве Такое же Как к Питеру Между прочим Он Вы знаете Я подозреваю Что он вообще Ни к чему Не имеет отношения Единственное Чем он знаменит Так Массовыми Изнасилованиями И Зарезыванием Близких Родственников Насилуемых В момент Насилия Над ними А то что там Он потом Видите ли Раскаялся Ну это вот Примерно Как история Была бы там С Чикатило Да Вот сидят Два опера И там Подсчитывают Трупы Которые Наворотил Чикатило А потом Говорят Да нет Закрываем Дело Он раскаялся Все Фархив Он пошел Говорит К Попу И раскаялся И вот точно Так же Та часть Биографии Владимира Которая Кровава И переполнена Самыми Виртуозными Чудовищными Изнасилованиями Она Никуда не делась И никем Отменена Быть не может Возвращаясь К статуе Христа Может быть Ее там В Крыму Будут ставить На той территории Которую По-моему Отвели Для хирурга Для всех Наших Байкеров Не знаю Но вот тут Судя по Сообщению Свободы Все-таки Еврейское Казачество Восстало Так же Да И Петербургские Байкеры Воспротивились Тому Что Залдастан В шапочке Возглавит Модпарад На 9 мая И Очень аккуратно Очень Скажем так Сдержанно Высказавшись По этому поводу Тем не менее В прессе Высказавшись Между собой Они Шумели И проклинали Бедного Хирурга Такими словами Которые я никогда Не решусь Повторить Не только в эфире Но даже и вне эфира Но там есть Свой байкерский язык Когда мат Приобретает Не просто Четырехэтажность А это такая Сквозная Многоэтажность Проходящая Саму сквозь себя То есть Рейтинг хирурга Падает Нет Ау нет Сейчас Он не то что падает Но они все Поздно спохватились Они все сейчас Начали отмазываться От всей этой От хулуежа От злодостановщины Почему Это же выгодно Это же выгодно Мы же видим Что это приносит С ними никто не делится С ними никто не делится Ниша на рынке По торговле Патриотическими Мотоциклетными Ценностями Уже занята Причем Занята Ну я бы сказал Весьма примитивно И Ничего общего Им Которые они Они же вспоминают Что они все таки байкеры Да Что у них Основная мысль Основной пунктик Это Свобода Это Ветер Это Передвижение Это Запад Потому что Байкерское движение Это Сто процентов Западное движение Какие бы Трехцветные Флаги И орлы На него Не приклеивали Сегодня Италии Сейчас Если Позвольте Про Крым Про Крым Есть ряд Срочных сообщений Путин Как ранее Сообщалось Он проводит Телемост Из Сочи С Крымом Связывает С полуостровом И Я так понимаю Новости Связаны С открытием С запуском Четвертой Митки Энергомоста Путин Например Выразил Уверенность Что Россия Прорвет Любую блокаду А не только Энергетическую Если кому-то Захочется Нас потренировать Министр энергетики Новок Сказал Как раз Что Вот эта Нитка Четвертая Она уже Полностью Готова Различные Есть подробности Я думаю В новостях Вы все это В ближайшее время Услышите В Италии То есть Это Мы пытаемся Прорвать блокаду Крыма Да А Порошенко По-моему Здесь на днях Обещал Крым Превратить в остров Слушайте Вот Демарский Купился На вот эту Штуку Которую Любят Подхватывать Наши Такие Пропагандистские СМИ Появляется Я не понимаю Вообще Что это такое Бред какой-то Я понимаю Что ты меня Воспитываешь Товарищ Нарышкин Я тебе объясняю Александр Глебович Я объясняю У нас в Демарске Непросправедливость Он замечательный Он все может Но непросправедливость Виталий Твой вопрос Так Давай Просправедливость Теперь Замечательная информация Александр Глебович Министр связи Российской Федерации Причем Сказал Что нужно Отказаться От иностранных Шрифтов Это что означает Ну Вероятно Они хотят Перейти на отечественное Только непонятно Это будет устав Или полустав Потому что Никаких больше Отечественных шрифтов Русских В природе Никогда не водилось Но тогда уж Надо прямо Сразу Переориентировать Принтеры Под работу На бересте Потому что Странно было бы Полуустав Или что На бумаге Формакачки Это такое проявление Патриотизма Нет Поймите Среды информационной Шрифты Господи ты боже мой Имеет ввиду Среды информационной Вот прочитай Что сказал Никифоров Вот опять же Не надо про справедливость Надо про то Что мы все Импортозамещаем Вот все Да Вот все Вот твоя фамилия Демарская Иностранная Пора ее заместить Вот Невзоров Ну не совсем Иностранная А? Замести Пожалуйста Я Невзоров Видимо Понятно Замена фамилии Это по-моему В Таджикистане Хорошо Нет Ребят Поймите Ведь министр Это существо Глубоко Подневольное Абсолютно Несчастное И Не обязанное Блистать Каким-то интеллектом У каждого министра В плане В календаре Который стоит У него на столе Как правило Он богат Украшен орлами Или портретами Путина Обязательно стоит Вот на каком-то числе Написанное Крупно Чернильным Чернилами Кукарекнуть Вот Напомнить о себе Кукарек Не важно что Отказаться От Европейского Шрифта Да В угоду Неизвестно Какому Отечественному Который еще Надо Изобрести Который будет Все равно Тем же самым Европейским Только вторичным Не знаю Перейти на глаголицу В конце концов Тоже можно Это тоже было бы Чрезвычайно Патриотично Но Они обязаны Кукарекнуть Потому что Никаких других Следов Их деятельности Ни в вашей жизни Ни в реальности России Обнаружить невозможно Вот Кукареканья Дофига Александр Глебович Чем вы объясните Как жить Петербурга Нам Не петербуржцам Такую Цифру С начала года На 50% Обращаю внимание Не на мелочь Какую-то Увеличилась Продажа Самогонных Аппарат Вау Я не знал В Петербурге Ну Мне Как человеку Который Даже Честно говоря Не пробовал Никогда Ни одного Спиртного Напитка Это вы ущербны Александр Глебович Ну вот Такой я ущербный Ох Как Венедиктов Как он Зашелся А да Вот Венедиктов Ну это же Понятно Что мы делали С Венедиктов За одним столом Я не понимаю А я что Как-нибудь Пил Чай Ну вот Чай я пью В больших количествах Что с петербуржцами Пить начали Или Или это что Или Нищета Одолела Да вот Не похоже Что нищета Одолела Нет никаких Примет И признаков Такой уж Прям нищеты Чтобы начать Гнать табурет Вку И причин Для этого Нету Ну может быть Просто От жизни От такой Не знаю Я думаю Что Здесь было бы Гораздо Справедливее Поинтересоваться У какого-нибудь Пользователя Самогонного аппарата Я использовал Самогонный Я использовал Самогонный аппарат Нужно Дистиллятор Конечно Да Что Выгнали Одеколон Нет Ну там Нужно было Дистиллировать Воду Для всяких Опытов Химия Сегодня еще Одна информация Касающаяся Петербурга Сегодня Центр Избирком Рекомендовал На должность Главы Местного Городского Избиркома Некого Товарища Виктора Панкевича Который Сейчас возглавляет Красногвардейский Если я не ошибаюсь Он разумный Одна минута Времени Он разумный Разумный А до недавнего времени Возглавлял аппарат Валютина Матвиенко Вот я его знаю Он вполне Ну как сказать Он тоже Близость к власти Никогда Вот к этому реактору К этому страшному Излучению Никогда не проходит Бесследно Неизвестно Что там В человеке осталось А что уже Бесследовыжено Осталось От девяностых Или от каких От Ну даже от недавних И не обязательно От девяностых Я говорю вообще про Нечто человеческое Что по идее Можно было бы Поискать в чиновнике Но вообще Искать в чиновниках Чего-то человеческое Совершенно бессмысленное Спасибо Вам слово Уважаемые Время действительно Подошло к концу И мы благодарим Александра Невзорова Публициста С ним был в Петербурге Виталий Домарский Здесь Алексей Венедиктов Алексей Нарышкин Мы остаемся Через 10 минут В эфире В Москве будет Мария Гайдара С бабочка Можно сказать Да наша Да Ох Ведиктор Ведиктор До встречи Персонально Ваш Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова